В жизни всё есть. Любящий мужчина, дочь, работа, блага, а радости нет. Всё время чего-то недостаточно. Денег, внимания, удовольствий. Также присутствует чувство тревоги. Как научиться любить жизнь? Счастье вообще это внутреннее состояние, и оно совокупное. Когда человек не развивается, ещё раз, я как попка дурак, когда он, даже при том, что у него всё есть, но это чужое, то страх и тревога начинаются от того, что вдруг это всё пропадёт. И вот это первый звоночек о том, что вы самостоятельно это не очень сможете воплотить, переделать. Вот посмотрите биографию любых людей, которые чего-то в жизни достигли. Они сначала, как вот три этапа по жизни, как человек развивается, сначала Богом данные таланты, они прям через край, и у человека всё получается по мгновению палочки. И первое препятствие, с которым нужно справиться данному человеку, ни в коей мере, чтобы у него не присутствовала гордыня, и вот эта мания величия, что я такой великий, и это называется Бога под ноги поставил. И тогда забирается всё, просто всё, в ноль. И о человеке этот мир забывает. И вот с этого момента он или учиться начинает, и берёт ответственность за себя, и поднимается с нуля, просто с нуля, вспоминая, как это могло быть, начинает учиться, и мозги у него работают очень хорошо. Или он падает, смиряется с этой грязной жизнью, и всё потом время вспоминает. Вот опять Москва слезам не верит кино, вот там вот тут футболист, чехокейст. Потом ходил и вспоминал, как он 20 лет назад играл, и что тогда его в тренера приглашали, и ещё там что-то делали. Вот это называется человек сломался. Он не стал по новой доказывать себе, что он человек, что-то из себя представляет. И это называется естественный отбор. Такой человек никому не нужен. У каждого в жизни есть такие вехи. Единственное, у кого-то это происходит в 20 лет, у кого-то это происходит в 35, у кого-то в 40. Но все проходят. Мир человека на вшивость проверяет. Ты что-нибудь из себя представляешь. Ты имеешь собственное достоинство. Ценность свою имеешь. Докажи самому себе. Вот так взращивается воля. А когда всё время за чужой счёт, и вроде как-то всё есть, а тревога не прекращается, вот это и называется «я боюсь того будущего, в котором я не знаю, что я буду делать». Это и есть зависимость от будущего, потому что там неизвестность. А неизвестность у человека только тогда, когда он ничем не владеет. Дом, квартира – это конечное. Но её надо обслуживать. За дом надо платить, за землю, ремонт делать, то да сё. И вот отсюда и рождается тревога. Если есть дети, а как, а вдруг, а что-то произойдёт, а как будет с учёбой, а как, а что я буду делать? Вот это и называется. Человек не развивается. И он из себя, ну, наверное, как вот декларационная такая форма ухоженности, красоты, и там представление имеет место быть. Но внутренние страхи – это говорит о том, что отсутствует счастье. Счастье – это сопричастие с миром. Вы точно знаете, что вы будете делать. Вы точно знаете, что этот мир не агрессивен по отношению к нам. И всегда есть тропинка, дорога, путь, как хотите называйте, по которому вы идёте, и это созвучие даёт силы. А когда мы противопоставляем себя, когда мы так окукливаемся, думаем так, ну всё, сейчас начнётся, почему? И не хотим даже в эту сторону смотреть. И вот эти звонки, как сигналы, и называются нашей реакцией на какие-то определённого качества мысли, которые мы и крутим в голове. Почему наступило время отвечать и за мысли, которые мы в голове крутим.